Многоженство Нет, это была шутка юмора с определенной серьезной оглядкой на то, что я вижу перед собой. И, конечно, в восточных культурах, я не хотел сказать то, что, например, в среднеазиатских странах, которые раньше были частью Советского Союза, таких как Казахстан или Узбекистан, приняли многоженство или двоеженство и так далее. Нет, и, естественно, первые жены, они все чудовищно против этого. Но идея эта среди мужчин, она летает. И, естественно, эта идея, она сама вся идея такая, которая должна летать среди мужчин. Я как мужчина очень сочувственно отношусь к этой идее, но понимаю, что вряд ли я буду понят сильным полом, потому что я считаю, что сильный пол сегодня это женщины уже, и еще чуть-чуть, так они становятся совсем сильным полом. Вот. И вообще, просто я не знаю, сколько у нас времени, но вообще мне кажется, что феминизм и женская эмансипация, это был самый первый и самый опасный и необратимый шаг, в общем-то, к очень сложной ситуации, в которой сегодня оказалась белая раса. Ой, как я вас понимаю, ой, как я солидаю с вами. Вот в этом я убежден, что вот все эти игры, сексизм и прочие, как бы все вот эти разговоры вокруг этого, это все не свойственно и не естественно для человека. Многие женщины, особенно там управленцы высшего звена, вряд ли меня поймут. Вот. Но с этого начался закат западной цивилизации, который мы видим, он везде, он присутствует, этот закат. Ну, вы говорите о либеральной идее в большей степени, о закате либеральной идее, нежели о закате западной цивилизации как таковой. Нет, и либеральной идеи, и вообще, так сказать, того, что мы поднимали долгое время под настоящей демократией. Настоящей демократией. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует.